Приветствую зрителей Политека, я Екатерина Шумила, Сергей Лещенко сегодня у меня в гостях. Сергей, рады вас видеть. Здравствуйте, спасибо за очередное приглашение. Спасибо, что приходите к нам в гости. Выступлению Ирины Венедиктовой сегодня она была в Верховной Раде с докладом, и она объяснила, почему подозрения по делу Приватбанка не подписаны. Она сказала о том, что еще, процитирую, 15 февраля у нас было совместное совещание, есть полное понимание в данном случае, экспертизы невозможно не проводить, так как экспертизы это именно тот документ, который устанавливает ущерб. Здесь должен быть состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону. Если помните, ранее Венедиктову как раз обвиняли в том, что она якобы затягивает вручение подозрения Коломойскому, как вы видите эту ситуацию? По моей информации сейчас проводится еще одна экспертиза, украинским государственным институтом одним, и после этой экспертизы должно быть подписано подозрение. Речь не идет о Коломойском, но людям из ближайшего окружения, которые, к сожалению, получили информацию об этих документах и давно покинули пределы нашей Родины. Но в любом случае, вы знаете, что закон позволяет расследовать и привлекать к ответственности, даже если люди сбежали. Эти люди сбежали, надеюсь, экспертиза подтвердит ущерб, нанесенный их действиями, они будут объявлены в розыск, и дальше будет уже идти традиционная процедура. А фамилии можете назвать? Ну, наверное, не имею права, но это громкие фамилии, да, но это не Коломойский, потому что все-таки Коломойский, он человек, мы можем к нему тоже по-разному, но он человек умный, и подписи свои ставил крайне редко, и поэтому подписи ставили другие люди, но, конечно же, инструктировались им как акционерам Приватбанка. Речь идет там о два эпизода, и, кстати, утечка произошла, повторюсь, из недр правоохранительных органов, и Коломойский уже даже по одному эпизоду провел компенсацию денег, там шла речь более 100 миллионов гривен. Узнав, что по этому эпизоду готовится подозрение, фирмы, связанные с ним, провели компенсацию этой суммы. Вторую сумму они не компенсировали, там намного больше цифра, но я бы сказал так, решето течет информация, аж гай шумит, опять же, пользуясь украинскими пословицами. Поэтому процесс происходит. Проекты подозрений были подготовлены на БУГ где-то еще в ноябре месяце, переданы Венедиктовой в конце прошлого года с двумя экспертизами, которые делали, если мне память не изменяет, тоже в юридическом учреждении, но не связанном с органами государственной власти. Она изучала их, включила в себя группу прокуроров, изучала больше месяца, заказали вот новую экспертизу. Тем временем фигурант сбежал и по одному из эпизодов Коломойский вдруг решил вернуть долг, который ему инкриминируется. Ну не ему, а его, скажем так, сообщнику инкриминируется. Посмотрим, куда это все заведет, потому что, ну, скажем, такие действия нужно делать резко, быстро, одновременно на многих локациях с привлечением спецсредств, как боролись с итальянской мафией в Италии. А если это растягивать на полгода и вся информация утекает, то любая итальянская мафия, мне кажется, никогда не будет поборена в таких условиях. Независимо от того итальянская, украинская и так дальше. Сегодня у депутатов была возможность задать вопрос Венедиктовой. Вот если бы вы были в этом созыве парламента, какой бы вопрос вы задали Ирине? Ну, вы меня поставили в тупик вопросом, своим вопросом. У меня к ней очень много претензий, конечно же, потому что с ее приходом на должность мы не видим ни одного крупного дела расследованного, при том, что она шла под лозунгами этих расследований. Ну, это объективная реальность. Я не скажу, что она все плохо делает, то есть у нее есть неплохой диалог по избранию специализированного антикоррупционного прокурора и с обществом украинским, гражданским, и с международными партнерами. Она начала эту процедуру достаточно, я бы сказал так, нейтрально. То есть там есть международные представители, у них будет право голоса, у них будет определенная возможность блокировать неугодные, не то что неугодные, а негодные кандидатуры. С другой стороны, вот если мы говорим по людям самой высшей категории политического и олигархического влияния, то здесь, конечно, полный стоп, стоп-кран сорван. То есть по Коломойскому видим, чем это уже заканчивается. То есть утечка, побег фигуранта, компенсация добровольная Коломойским в предчувствии и подозрении. По Ахметову полный локдаун, то есть дело Роттердам плюс никуда не движется. По Бахматику отказ подписывать экстрадицию в Австрию. По другим громким делам тоже, я думаю, если покопаться в памяти, можно найти много примеров по Татарову, по Вовку и так дальше. То есть мое мнение, опять же, это человек, который, по моему мнению, не оправдал ожиданий. Мое мнение. Помните, Зеленский давал ей время до конца 2020 года, чтобы она показала результаты, иначе ей придется уйти. Все-таки что заставило Зеленского ее еще оставить на должности? Ну, возможно, эти громкие дела, которые на выходе сейчас. Вопросы нужно задавать людям, которые в этот процесс вовлечены. Потому что я не присутствую на отчетах, на докладах, но в данном случае мое мнение было только что озвучено, что динамика утрачена, а фигуранты высокого уровня вдруг почувствовали, они должны, как в свое время писал, помните, Борис Березовский написал книгу после оранжевой революции, и там был такой параграф, что оппоненты власти должны не собирать политические альянсы против власти, а находиться в бегах и вести переговоры о том, сколько денег вернуть в казну, для того, чтобы получить право спокойно жить. Но, к сожалению, при Венедиктовой, вместо того, чтобы вести переговоры о том, сколько денег вернуть в казну, чтобы спокойно жить, и какие соглашения со следствием, этим фигурантом громких дел, чтобы украинское государство не создавало им проблем, и они закрыли все долги, которые они создали путем воровства, вот эти фигуранты сейчас чувствуют себя спокойно, они ни в чем себе не отказывают, у них, мне кажется, принцип единого окна появился. Но это моя оценка. Я на данный момент не нахожусь в парламенте, чтобы иметь возможность как-то на этот процесс влиять. Но можно ли говорить о том, что Коломойский откупился, ему сейчас уже ничего не грозит? Посмотрим, она обещала же этот вопрос рано или поздно закончить какими-то процессуальными действиями. Процессуальные действия, они не могут вечно быть в процессе ожидания. По моей информации, это должно быть скоро, но это слово скоро, оно звучит уже давно из-за ее уст, поэтому когда это скоро случится, я не знаю. Но факт остается фактом, информация течет, и фигуранты бегут. Я вас благодарю за интересную беседу. Сергей Лещенко был на Политека. Спасибо, что смотрели нас, и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. До свидания.